Здравствуйте, друзья, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео! Три дня я работал над своим большим обзором, и как только я его закончил, появились эти безумные новости. Биткоин сразу же подскочил почти на 2000 долларов выше 28 тысяч баксов. Это можно назвать отскоком Гэри Гэнслера. Почему? Почему? Согласно последней информации, Грейскейл выиграл судебный процесс против комиссии по ценным бумагам и биржам США. Все верно, дела у Гэри и его друзей ИСЕК обстоят не лучшим образом. Это официальное решение апелляционного суда США, и в нем говорится, что суд постановил, что запрос компании Грейскейл на пересмотр статуса своего фонда был принят, и решение комиссии ИСЕК не принимать этот запрос теперь отменено. И вот в чем суть дела. Федеральный апелляционный суд США постановил, что отклонение комиссии по ценным бумагам и биржам США заявки на создание спотового биткоин ИТЕФа от Грейскейл было ошибочным. Это значит, что у Грейскейл появились большие шансы на преобразование своего траста GBTC в первый в США спотовый биткоин ИТЕФ. Так что дела у Гэнслера обстоят не самым лучшим образом. Но вот для BlackRock и принятия спотового биткоин ИТЕФа все складывается как нельзя лучше. И мы говорили об этом на этом канале. Все смеялись и говорили, вот это будет просто новость, на которой все продадут. Но мы видим, что нет. Это совершенно не так. Ты увидишь, что будет, когда эти спотовые биткоин ИТЕФы будут утверждены. И количество денег, которые хлынут в эту сферу, будет просто невообразимым. Очередной проигрыш СЕК. Это очень хорошая долгосрочная новость. Да, краткосрочно биткоин сейчас взлетел. Потом, возможно, опять упадет, опять вырастет. Но я думаю, что сегодняшнее событие играет большую роль именно на длинной дистанции. Это еще одно обоснование того, что комиссия по ценным бумагам и биржам США в принципе не права, преследуя эти криптокомпании, криптовалюты или что-то еще из мира крипты. СЕК, конечно же, подаст какие-то апелляции и будет брыкаться. Но по мере того, как мы подходим все ближе к халвингу биткоина, появляются все новые и новые бычьи новости. Сегодняшняя ситуация, вот этот вот резкий прыжок цены, напомнил мне об одной вещи. Люди забыли или просто-напросто не понимают, как быстро мы можем перейти от состояния, когда биткоин только падает или находится вот в таком нудном боковике, когда появляется чувство, что это пространство мертво, что ничего не происходит и что уже ничего не произойдет. К самым огромным зеленым свечам в истории биткоина. Конечно же, я не про эти. Но я хочу сказать, что люди будут потрясены тем, как быстро все поменяется от крайне бокового движения или бесконечного падения к крайне стремительному движению вверх. И есть люди, которые буквально верят в то, что роста больше не будет, что он невозможен. Это два типа людей. Первые, которые купили на пике два года назад. И вторые, которые не способны обучаться даже на собственном опыте. И будущее, как мне кажется, будет значительно отличаться от того, что было в прошлом. И не только потому, что мы получаем самую первую официальную крупную победу в битве за криптовалюту и биткоин, которая когда-либо происходила с точки зрения регулирования, законодательства, правительственных рамок и так далее. Ну и потому, что это будет самый первый цикл для биткоина, в котором появится ясность в отношении регулирования криптовалюты и биткоина. Вопрос только в том, хорошо ли это будет для биткоина. Какое это будет регулирование? И пока что биткоин выиграл. Технически SEC проиграла два своих крупнейших иска против криптовалютных компаний. Против Ripple и против Grayscale. Осталось только проиграть Coinbase. И это грандиозно. Это грандиозно. Если бы я был институциональным инвестором и я увидел бы, что после того, как пару месяцев назад Grayscale, BlackRock и другие управляющие активами заявили о своем желании войти в криптовалюту и открыть двери в криптовалюту для своих клиентов. А сегодня я вижу, как комиссия по ценным бумагам и биржам США проигрывают второе дело против криптокомпании. Что ж, я бы пускал слюни от восторга, от возможности зайти в биткоин и от того, что будет с ним через 18 месяцев. И я думаю, что это будет безумная поездка на лифте через 18 месяцев. И сейчас мы находимся на самом нижнем этаже этого лифта. Это правда. Посмотри на этот график. Мы находимся на самом нижнем этаже. И будет очень легко снимать видео, когда биткоин будет стоить 70 тысяч долларов, 100 тысяч, 150. И говорить, смотрите, он будет расти, потому что он уже вырос. Он будет на исторических пиках в это время. Альткоины дадут 10, 20, 30 иксов. Тогда что ни скажи, а твои видео будут смотреть сотни тысяч, если не миллионы человек. Но сейчас, когда всем наплевать и никто не слушает, когда даже биржи теряют подписчиков, а интерес к криптовалюте находится на уровне 2018 года, как по мне, это лучшее время для инвесторов. Именно сейчас нужно создавать фундамент для того, чтобы потом стать миллионером. И я, конечно, очень рад за людей, которые буквально наблюдают за происходящим, потому что, на мой взгляд, именно они делают один из лучших шагов в своей жизни. Ты делаешь этот шаг прямо сейчас. Когда биткоин будет стоить 100 тысяч долларов, я не буду сильно радоваться за людей, которые его будут покупать. Нет. Но я буду очень рад за тебя, когда биткоин будет стоить 100 тысяч долларов. Я в восторге, потому что люди сейчас, и я в том числе, пользуются шикарной, лучшей возможностью. Той возможностью, которой уже не будет, когда биток будет стоить 100 тысяч долларов. Но не стоит забывать и о том, что впереди нас ожидает решение комиссии по ценным бумагам и биржам США по спотовому биткоин ETF от компании BlackRock. Это случится уже на этой неделе. Одна из дат принятия решения. Еще одно большое событие связано с Твиттером. Мы знаем, что Илон Маск хочет превратить Твиттер в приложение X, с помощью которого планируют отожрать большую часть финансовой системы. Он хочет превратить X в приложение для всего, в том числе и в криптовалютный кошелек, который будет способен хранить, отправлять, покупать и продавать криптовалюты. И кажется, он уже делает шаг навстречу этому. Твиттер X получает лицензию, необходимую для криптовалютных платежей. Когда все это будет готово, вся аудитория Твиттера получит доступ к криптовалюте. И это очень-очень круто. Но меня зовут Богатищий Ди, и завтра мы с тобой увидимся в большом обзоре. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова